Ваши деньги Саров активно включился в голосование за выборы президента с самого утра. На некоторых участках даже сформировались очереди за бюллетенями. По данным территориальной избирательной комиссии, на 10 часов явка составила более 13%. И поток желающих отдать свой голос за того, кто будет управлять нашей страной в ближайшие 6 лет, не спадает. К 12 часам дня явка в Сарове достигла уже 34%, а к половине третьего – 59%. Всего в нашем городе правом голоса обладают почти 74 тысячи человек. Для них работало 36 избирательных участков, 34 из которых были оборудованы видеонаблюдением. И практически на каждом в первой половине дня был ажиотаж. Я люблю страну, очень люблю. И люблю действующего президента. И пошла голосовать за него. Я ни разу не пропускал и всегда прихожу на выборы. А почему? Почему это так важно? А потому что я гражданин Российской Федерации. Каждый гражданин не должен избегать своих обязанностей и прав. Поэтому надо голосовать. Каждый голос решает. Для меня важно, кто будет править. Считаю это своим долгом. Среди первых проголосовавших в нашем регионе и главные лица области Глеб Никитин пришел на избирательный участок с семьей. Кому отдал свой голос, оставил втайне. Но подчеркнул – свой выбор должен сделать каждый. Выборы всегда праздник. Для меня было такое отношение к этому процессу. Сегодня особенно в Нижнем Новгороде впервые голосую. И настроение очень-очень хорошее. Глава города Сарова тоже проголосовал с самого утра. Александр Тихонов отметил, делая выбор, мы не просто выполняем свой гражданский долг. Мы влияем на судьбу нашей страны. Конечно, когда большинство людей, значительное большинство доверяет одному человеку, президенту, конечно, и ему в этом смысле он пользуется доверием, он понимает, что ему люди доверяют. И он более грамотно, более четко проводит свою политику. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в Сарове составила 73,7%. И это очень хороший показатель. При этом в нашем городе не было выявлено серьезных нарушений. Так что смело можно говорить. Выборы прошли спокойно и на высоком уровне. Самое главное, что удалось избежать каких-либо серьезных нарушений, это, на мой взгляд, очень важно. Еще, на мой взгляд, очень важна высокая заинтересованность избирателей этого участка. В программе кандидатов, в том, кто именно борется за пост президента. На часах почти 10 вечера избирательные участки уже закрыты, но работа избирательных комиссий еще в самом разгаре. В ближайшие сутки предстоит обработать все бюллетени и подвести итоги голосования здесь, в Сарове. На то, чтобы подвести общий итог выборов, у ФЦИКа по закону есть 10 дней. Но, как показывает опыт прошлых лет, результаты выборов становятся известны уже в течение 3-4 дней. Так что совсем скоро мы узнаем имя избранного президента России. Впрочем, интриги не случилось. В 9 вечера 18 марта ЦИК озвучила предварительные результаты голосования. 72% за Путина, у Грудинина около 16, около 7 за Жириновского. Чуть более процента у Собчак, остальные кандидаты – меньше процента. Примерно такую же картину представил в ЦИОМ, и уже воскресным вечером действующий глава страны принимал поздравления. В понедельник стало известно, что Владимир Путин получил более 76% голосов. И это больше, чем на выборах 2012 года. Цифры по Сарову не сильно отличаются от общероссийских. 75% у Путина, около 12% у Грудинина, 6,5% за Жириновского и 1,5% у Собчак. Остальные кандидаты не набрали и процента. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Несмотря на далеко не мартовский холод за окном, Александр Дегтярев впервые в свои 24 познакомился с процедурой голосования. И повод для этого был достаточно весомый. Мы выбираем будущее, мы выбираем то, куда будем вести страну наш кандидат в течение шести лет. Это очень важно. Моё будущее зависит от этого. Несколько лет назад семья Осетровых переехала в наш город из Красноярска. Сегодня любой, даже выходной день супругов наполнен интересными встречами и яркими событиями. Евгений – сотрудник ядерного центра и активный участник общественного молодежного совета при главе города. Ирина – знаток эвент-индустрии и свадебный организатор. В своём плотном графике молодые супруги всегда находят время для совместного похода на избирательный участок. Молодой человек непосредственно и влияет на тот курс, на то будущее, которое ждёт нашу страну, в какой стране мы будем жить и как мы будем жить. Для любого активного гражданина, молодёжи, участие в выборах – это долг. И именно мы выбираем, в какой стране потом будем жить. Для семьи Елены Романовой участие в выборах уже давно стало семейной традицией. По её мнению, выполнять свой гражданский долг обязан каждый, кому не безразлична судьба своей страны. Новый выборный 2018 год для Елены Особиной. 18 марта её дочь Анна впервые в жизни опустила избирательный бюллетень в урну для голосования. Гражданский долг выполнить. И первый раз, естественно, в последующие годы тоже придётся ходить на выборы, почувствовать эту атмосферу. Чувствую, что твой голос влияет на что-то. В этом году в преддверии выборов по всей стране была запущена новая технология «Мобильный избиратель». Россияне, зарегистрированные в одном месте, а живущие в другом, заранее могли подать заявление о желании голосовать по месту фактического нахождения. Саровчанин, а ныне житель столицы Али Кемалов, ради того, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты, решил преодолеть порядка тысячи километров и проголосовать в стенах родной 12-й школы. Мне важно быть на избирательном участке по месту моей регистрации. Я понимаю, что сейчас много условий, где ты можешь проголосовать, где тебе удобно, где тебе угодно, но тут как бы я такой консерватор у этих вопросов. Выборы 2018 проходили под девизом «Наша страна, наш выбор, наш президент». Ну а о том, как это было в нашем городе, наблюдали Дарья Цапорыгина и Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Принятие новых нормативов неизбежно приведет к значительному подорожанию квадратного метра жилья в новостройках. Чтобы вписаться в него, застройщику необходимо будет предусматривать в разы большее количество парковочных мест. И, учитывая дефицит земли в Сарове, возможно, это будут подземные или отдельно стоящие многоуровневые паркинги. Если применять предложенные вами параметры, то их в Сарове выполнить нереально. А если выполнить нереально, возникает элемент чего? Изменения. А изменения, кем вносятся изменения? Вот здесь вот, кто-то уже говорил, Алексей Владимирович, по-моему, здесь уже элементы коррупционной составляющей. В предлагаемых нормативах все жилье поделено на четыре категории. Бизнес-класс. Для него по документу предусмотрено два машиноместа на квартиру. Эконом-класс – одно и два машиноместа. Муниципальное жилье – одно место и специализированное. Показатель 0,7. Пешеходная доступность парковок – от 800 до 1000 метров. Обратили внимание? Вот здесь написано «эконом-класс», который отменил президент. Отменил. Здесь уже заложено априори неверно. Распространяются ли ваши документы на зону сложившейся застройки. Если я хочу расширить проезд, чтобы сделать парковку, а у меня нет реальных условий, как быть? Значит, ваши нормативы – грош цена. Вот эти два машиноместа в бизнес-классе, один и два машиноместа в эконом-классе и так далее, они могут быть в том числе и за пределами земельного участка, находясь в зоне пешеходной доступности, так? Требуемое для объезда количества машин и мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под инструкцию. И этот пункт ровным учетом есть и региональный норматив. Поэтому ничего нового. А это пешеходная доступность? Почему? Вдруг у вас большой земельный участок. Нормативы градостроительного проектирования – это важнейший документ, который определяет минимальные показатели обеспечения населения объектами местного значения, а также максимально допустимый уровень их доступности. Говоря проще, именно этот документ диктует, сколько в городе должно быть школ, детских садов, поликлиник, спортивных залов и так далее, и каков радиус их доступности для горожан. Эти нормативы для Сарова начал разрабатывать в конце прошлого года проектировщик из Волгограда. В ноябре 2017-го он получил от нашей администрации техзадания, пожелания и предложения и приступил к работе. В итоге единственной встречей с проектировщиком оказалось заседание Думского комитета, на котором проект местных нормативов градостроительного проектирования был представлен депутатам уже к утверждению. И при этом первом подходе к итоговому документу у присутствующих возникло множество вопросов. Прежде всего, если местные нормативы разрабатываются на основании региональных, то в чем их принципиальное отличие? Впрочем, четких ответов добиться не удалось. Муниципальные образования, у них есть свои особенности, какие-то там климатические особенности, особенности даже демографии, например. А какие особенности у города Сарова, которые вам администрация предоставила, наверное, в том числе ЛТЗ? Рабочая иммиграция, да. Рабочая иммиграция, да, это понятно. Ну, то есть обычно это... В каком проценте там, в какой цифре она как-то как выразилась? Сколько? Тысяча, двести? Вот сейчас не скажу, к сожалению. Вопросов к проекту документа возникло столько, что выносить на заседание Думы его рассмотрения народные избранники не решились. Было предложено все замечания направить проектировщику в письменном виде. И после ответов на них вновь собраться и обсудить нормативы градостроительного проектирования. По-умному при доме или при главе города должен быть хотя бы общественный градостроительный совет, который бы внимательно все прочитал специалисты. Значит, и депутатам выдал цели, задачи, механизм применения. Вот мы находимся сейчас в этой точке. А вот эти нормативы позволят нам достичь коммунизма, будет жить комфортнее и лучше людям. Для чего мы их принимаем? Я не вижу. Мы ПЗЗ, когда утверждали, ну давайте, это стыдобище было. На комитетах мы их отклонили. Собрали фракцию Един России и с голоса их приняли. Стыдоба. И вот сейчас нас толкают по этому же пути, не читая, поднимите руки. До следующей думской сессии депутаты вновь вернутся к обсуждению местных нормативов градостроительного проектирования на одном из заседаний комитетов. Решить судьбу документа они планируют уже в ближайшее время. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. На голосование было вынесено шесть приоритетных территорий, обсуждение дизайн-проектов которых продолжалось в течение нескольких месяцев. Граждане могли отметить специальное бюллетение не больше двух территорий. И площадка, набравшая больше всего голосов, будет благоустроена уже в этом году. Голосования важны, особенно в таком маленьком городе, как Саров, все-таки в такой, можно сказать, провинции мнения граждан будут учитываться. Какой-то план благоустройства должен быть, вот он представлен, вот мы смотрим, выбираем. Я, например, проголосовала за парк Сосино, на Сосино, и сквер Березово-Аминское. Вот у меня хорошо сквер под окнами, очень приятно смотреть. Я поэтому желаю, чтобы на Березовой улице тоже такой же сквер был. Высказав свое мнение по приоритетной территории, горожане тем самым дали старт благоустройству парка имени Зернова на сумму около 17 миллионов рублей. Администрация определила заказчика, и сейчас идет разработка технического задания. Проект подготовят до 1 мая, и уже в июне начнутся работы по благоустройству. Мы решили все-таки, что на эти средства будет локальный проект разработан. Сейчас приблизительно будет оцениваться на эти средства, какую зону мы можем благоустроить, и я думаю, что еще раз выйдем на общественное обсуждение с этим проектом. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, благоустройство парка культуры и отдыха ни в коем разе не отменяет другие направления по формированию комфорта городской среды в нашем городе. Не останутся без внимания дворовые территории, скверы, детские площадки. Средства будут выделяться из местного бюджета или в рамках участия в различных программах, в том числе в программе поддержки местных инициатив. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Подхватить простуду в начале весны – дело обычное. Весенний сырой воздух и плюсовая температура нравятся вирусам больше, чем зимний мороз. И если прибавить к этому ослабленный иммунитет, перепады температуры и переохлаждение из-за нашего стремления побыстрее сбросить тяжелую зимнюю одежду, то возникнут идеальные условия для инфекций, особенно в местах большого скопления людей. Мы наблюдаем такой подъем еще и заболеваемости, потому что у нас было массовое скопление людей на избирательных участках. И люди все ответственные, не стали многие вызывать на дом избирательные комиссии. И несмотря на то, что чувствовали себя не очень хорошо, на избирательные участки пришли. В нашем городе эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 50%. При этом розы болеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Но лидируют все-таки школьники до 14 лет. Вот заболеваемость в этой возрастной категории представлена наиболее высоко. Далее следуют взрослые, за ними дети до 14 лет. И меньше всех болеют у нас в этот период дети неорганизованные, маленькие, которые не посещают детские дошкольные учреждения, у них меньше контактов. Чтобы не подвергнуться заражению, врачи советуют избегать мест большого скопления людей. Также защититься от респираторных вирусов поможет маска. Но только если правильно ее использовать. Во-первых, маски используются именно здоровыми людьми. Мы маски не одеваем на больных. Маска не безгранична. И в зависимости от вида маски, обычно это при покупке ее в аптеке, можно посмотреть, сколько часов она действует. После этого она не подлежит ни стирке, ни обработке. Ее просто выбрасывают, она одноразовая, и используют следующую маску. И в таком режиме, если она используется, то, конечно же, она защищает. Ну и, конечно, в период эпидемии обязательно соблюдайте меры стандартной профилактики. Мойте руки, проветривайте помещение, делайте влажную уборку и принимайте витамины. При появлении первых признаков гриппа специалисты просят вызывать врача на дом, а не вести инфекцию через весь город в поликлинику. Мария Руинчко, Стантина Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Не поседа, егоза и просто лапочка-дочка. Все это Лиза. Особенный, но такой обычный ребенок. Все, как у всех детей. Если веселье, то безудержное. Если капризы, то мимолетное. А уровень любознательности просто зашкаливает. Лиза по своей природе очень любопытна. Ей интересно все. Ей интересно докопаться до сути. Вообще любого события, любого предмета. Энергии этой девочке не занимать. Прыгать, бегать, играть с родителями и старшим братом в увлекательные игры. Но больше всего Лиза любит игру качельки, которую они придумали вместе с папой. Любимая, открытая и добрая дочка Лиза, она когда услышит, что либо я пришел, либо где-то там увидела меня, то она сразу же все бросает и не наигранно бежит папа-пап. Да, Лиза папина дочка. И каждую минуту свободного времени Александр старается быть рядом, вместе играть и радоваться первым победам и достижениям. Если для мамы Лиза исследователь, то папа видит в дочке артистические способности. Лучше всего у нее получается слушать песни, танцевать, чувствовать музыку. Чтобы развивать эти способности, Лиза занимается в студии хореографии. А еще вместе с мамой и папой активно участвует в спортивных мероприятиях. Родители всесторонне развивают Лизу, расширяет ее кругозор. Они всегда открыты к общению, готовы оказать помощь словом и делом семьям с такими же солнечными детками. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24. Ученица 11 класса Василисия Крючкова на открытие досталась почетная роль. Вместе со своей подругой она проводила обзорную экскурсию по гимназии для генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Он очень приятный, сам идет на контакт, тоже задает вопросы. И радушно встречал все наши рассказы. И как-то ничего, что-то побыстрее пройти бы к самому главному месту, а слушал. В ходе своего визита во второй гимназию Алексей Лихачев послушал, как ребята поют под гитару, сделал своими руками десерт и ответил на вопросы молодых журналистов. Выполнив свою почетную обязанность, Василиса Крючкова успела по достоинству оценить новое пространство для учебы и досуга. Тут в укольном смысле можно все, потому что оно модифицируется, трансформируется. Тут все может быть как от какого-то образовательного класса, так до места, где можно проводить свое свободное время в окна или в неурочное время. Особое внимание на открытие опенспейса посетители уделили 3D-принтеру и возможности самим создать деталь не только на экране ноутбука, но и вживую увидеть, как шаг за шагом печатается то, что раньше было обычным чертежом. С первого раза с задачей справились немногие. Не сразу поняли, что нужно делать. Зацепили, например, не верхушку, а целый блок. И вообще 3D-моделирование – это не такая простая вещь. Опенспейс в гимназии номер 2 только начал свою работу, но уже сегодня в нем проводятся различные встречи и форумы, олимпиады и мастер-классы. Как говорят дети и сотрудники учебного заведения, эксперимент с созданием открытой среды для отдыха и учебы удался. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Творческим завершением первого дня визита Алексея Лихачева в наш город стал большой концерт в Саровском драматическом театре. Солисты из городов присутствия госкорпорации исполнили 10 песен музыкального проекта, которые посвятили юбилею Росатома. Это показало в очередной раз, насколько талантливы российские отличники. Это показало, насколько мы все с вами неравнодушные люди, поэтому огромное спасибо, хочу сказать, всем участникам проекта. Только живое исполнение и оригинальные аранжировки. На предложение поучаствовать в проекте откликнулись музыканты и певцы из 18 атомных городов. За три месяца отсняли 100 часов видео. В результате кропотливой работы в студии на свет появилось 10 клипов, которые показали всей стране уникальную объединяющую силу музыки. В стране очень много людей не знает, что в атомных городах. Очень много талантливых людей, что очень много скрытый потенциал. И всем кажется, что только в больших городах бывают вот такие звезды. На самом деле в каждом человеке есть что-то, что можно раскрыть с разных сторон. И показать это всем. Мы рады, что наши города закрыты и показали всему миру. Репертуар проекта выбирали сами жители городов за то и присутствие атомной отрасли. Перед стартом записи клипов в интернете запустили голосование, по результатам которого определились самые популярные и любимые атомщиками песни. Клип на последнюю композицию «Ветер перемен» торжественно презентовали зрителям нашего города. А в финале вечера гитару в руки взял и Алексей Лихачев. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мир Степан, это Катя. За один рабочий день специалист отделения социально-бытового обслуживания на дому Екатерина Галихина успевает обойти по четыре квартиры. И в каждой социального работника ждет радушный прием. Для большинства своих подопечных Катя – главный собеседник и помощник по хозяйству. Все зависит еще также от того, насколько здесь способен наш клиент. То есть есть клиенты, которые нуждаются лишь частично в нашей помощи, есть клиенты, которые от нас довольно-таки сильно зависят, которых мы должны кормить и санитарно обрабатывать каждый день. Уборка, приготовление пищи или поход в магазин – вот далеко не полный список обязанностей социального работника. Некоторых клиентов приходится сопровождать в госучреждения или просто составлять компанию на прогулке в парке. В нелегкой, но благодарной и отзывчивой работе Кате помогает образование психолога. По большей части люди рады, когда мы просто приходим, общаемся. И когда мы оказываем заботу, немножко уходят вот этих границ клиент и работодатель. А когда мы общаемся больше как дочка со своей мамой или внучка со своей бабушкой. То есть когда происходит какое-то душевное такое общение, когда люди действительно друг к другу тянутся. Мира Степановна рассказывает, что взаимопонимание с Катей наладилось буквально с первого взгляда. Пороги ей даже не нужно говорить, какие продукты купить в магазине или что убрать в квартире. Катя суперработник. У нее прекрасная память. Она без записи все запоминает, все приносит, предупреждает, звонит, спрашивает, заботится. Также в Центре социального обслуживания работает отделение дневного пребывания. За 15 дней бабушки и дедушки успевают получить целый комплекс услуг. Это и медицинское обслуживание с применением современного оборудования, и работа с психологом, и трудотерапия, и участие в художественной самодеятельности. Люди приходят к нам порой со своими такими проблемами сложными. Все-таки мы говорим о нежном возрасте наших пенсионеров, у которых за плечами уже богатый жизненный опыт, трудовой опыт. Поэтому нам хочется их здесь обласкать и предоставить им спектру услуг, чтобы им здесь было комфортно, уютно, чтобы они чувствовали себя как дома. Попасть в отделение с дневным пребыванием можно всего раз в год. Исключение составляют пенсионеры-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Ирина Оськина Имя Ирины Оськиной знакомо многим саровчанам. Редкие городские праздники обходятся без участия ее воспитанников. И несмотря на то, что Ирину знает как профессионального педагога по вокалу, она признается, что заниматься творчеством стало не сразу. Поначалу отдавала предпочтение спорту, журналистике, а уже после поняла, что хочет стать вокалисткой. И, как показывает практика, профессию выбрала правильную. Я как человек сложилась, я счастливый человек. У меня очень много учеников, любимых моих учеников, родители замечательные. Мы выходим на сцену, мы должны нести самое доброе, самое хорошее в сердца людей. Ирина Оськина вырастила не одно поколение вокалистов. Ее воспитанники выступают на различных площадках города. Завоевывают места на престижных международных и всероссийских конкурсах. И это лишь малая часть того, чем может похвастаться педагог. Сегодня Ирине Оськиной вновь вручили благодарственное письмо. Когда вручается благодарность любого уровня, это всегда хорошо. И всегда это примечательно. И тепло к сердцу. Всего в этот день награды получили 22 работника культуры. Среди них музыканты, библиотекари, методисты, работники музейного комплекса. Все они внесли огромный вклад в развитие культуры в Сарове. Для многих работников их профессия – это образ жизни. В этот день хочу от всей души поздравить всех работников культуры города Сарова с их замечательным праздником. Пожелать им только успехов, только ярких достижений, только очень таких ярких эмоций. И чтобы и они сами, и дети радовали своими выступлениями, талантами всех наших горожан и всех жителей нашей большой страны. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Проект «Школа Росатом» уже восьмой год реализуется в 20 городах присутствия госкорпорации. Это школа, которая растет вместе с ребенком, поддерживает и развивает его, начиная с детского сада. И главная задача проекта – найти или изобрести такие технологии, которые позволят внедрить в работу новые образовательные стандарты. Это значит развить любознательного, открытого, свободного ребенка, который проявляет инициативу, который не боится делать выбор. Даже если этот выбор ошибочный, вот это задача, которую решает сеть инновационных образовательных организаций проекта «Школа Росатома». Детский сад, в котором работает Елена, находится в инновационной сети три года. Поэтому старший воспитатель прошла уже через всю серию семинаров и даже стажировалась в Нидерландах и Австрии. Задача была проекта – вооружить нас технологиями российскими, технологиями, те, которые есть за рубежом, чтобы мы смогли написать свою образовательную программу так, чтобы она была на порядок другой, чтобы она была эффективной. И если для Елены такие семинары уже не в новинку, то для наших воспитателей это первый подобный обмен опытом. Детский сад номер 16 стал участником проекта только в конце прошлого года. Мы только вступили в эту сеть, и нам было интересно мнение других городов, как они начинали работать, к чему они пришли, что у них новое, что мы у них можем взять. Мы на данный момент поделились тем, в какой среде и как мы живем, каким технологиям. Участники семинара рассказывали коллегам, как они работают с детьми. Больше всего воспитателей-педагогов впечатлила технология из города Зеленогорска Time Choice. Суть ее работы в том, что воспитатели не навязывают свое мнение, а ребенок самостоятельно выбирает, чем он хочет заниматься. Но при этом он должен соблюдать определенные правила. И, возможно, эта технология скоро найдет применение и в нашем городе. Мария Ируинч, Владимир Исейников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Каждому ребенку здесь подходят с особым вниманием. Медицинские персоналы и преподаватели действуют сообща. И вместе разрабатывают программы воспитания и адаптации. Благодаря педагогам интерната школа неоднократно становилась победителем конкурсов среди учреждений, содействующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. В этом году мы приняли участие во всероссийском конкурсе «Школа здоровья-2018». Педагоги нашей школы представили на суд экспертов образовательные программы и методические разработки по здоровьесбережению детей с ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе школа-интернат номер 9 стал лауреатом и была награждена медалью за отличные успехи в области здоровьесбережения и дипломом в номинации «Образовательная организация территории здоровья». У нас принимал участие и социальный педагог, и врач, и дефектолог, и логопеды. То есть у нас было несколько работ. Участие в конкурсах занимает огромное количество сил и времени, заставляет совершенствоваться, профессионально расти и дарит вдохновение и удовлетворение от проделанной работы. На конференцию съехались участники со всей страны, преподаватели общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также коррекционных учреждений и дошкольных заведений. И главная их задача – это создание в своих образовательных организациях таких условий, которые позволят детям не только получить образование, но и подготовиться к дальнейшей успешной интеграции в обществе. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Шесть претенденток на одну корону. Жюри в этот вечер пришлось решить сложную задачу – выбрать лучшую из лучших. По итогам трех конкурсов Александре Шаниной удалось набрать 147 баллов из возможных 150. И девушка стала обладательницей звания «Мисс Арфти-2018». Я до сих пор не могу поверить. Эмоции, конечно, самые радостные. Участие в подобном конкурсе – это уже победа. Победа над неуверенностью, страхами и стеснительностью. В этом году конкурс проходил в несколько этапов, на каждом из которых участницам было необходимо раскрыть все грани своих талантов. Требования конкурсанткам были очень серьезные. На сцене должен быть умный, элегантный, умеющий держать себя на сцене, умеющий говорить, умеющий танцевать, умеющий петь, умеющий двигаться. И еще плюс один – он что-то из себя представляющий в этой жизни. Они представляют из себя много в этой жизни. И пусть работают дальше. Волнения и переживания остались позади. Представители администрации ядерного центра и, конечно, руководство родного вуза вручили участницам дипломы, памятные подарки и цветы. И пожелали новых побед и совершений. Елена Грискова, Владимир Лесенников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Ваши деньги – как за каменной стеной. «Саров Бизнес Банк». Стабильный. Благополучный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова